Вот они, бесстрашные, грозные, ужасные рыцари на стальных конях. Закрытие байк-сезона в Иванове началось с традиционного проезда по центральным улицам колонны Братства идолов. Позже к ним присоединились ездоки из других городов. Всего около 10 клубов и 500 участников от Архангельска до Подольска. Закрытие сезона для байкеров всегда праздник и очередной повод встретиться и пошуметь на радость друг другу. Количество членов клуба – тайна. Да и подобные встречи тоже можно назвать закрытыми. К новичкам присматриваются, берут в Братство не каждого. У идолов свои порядки и законы. Мы никого не заманиваем, никого не прогоняем. То есть люди приходят, мы на них смотрим, они на нас смотрят. Если им нравится, и нам нравится. Человек остается в клубе. Мотоклуб закрывает уже 14-й байк-сезон. Айдол стоял у истоков формирования Ассоциации российского мотодвижения. О существовании идолов знают теперь все байкеры страны. И это в первую очередь заслуга президента клуба. У многих, скажем так, мотоцикл – это хобби. Но для меня все остальное, кроме мотоцикла, хобби. Это вот позиция президента должна быть такая. Сначала клуб, а потом все остальное. Главная гордость президента клуба – его собака. Этот сэр Брайан выведен специально на заказ по мистер-отвейлеру и лабрадорам. Пес на все праздники ездит с президентом. Правда, не на мотоцикле, а на личном авто. День рождения Брайана совпал с днем КГБ. Так что персона по всем параметрам особенная. С весом аж в 60 кило. Для байкера мотоцикл – это не средство передвижения, а образ жизни. Скажи, на каком мотобайке ты ездишь, и я скажу тебе, кто ты. Это должен быть в любом случае представительный, хороший, дорогой, красивый мотоцикл. Хозяин должен гордиться своим мотоциклом. То есть он не ездит на обычном. Ездить можно и на китайском, на скутере, на всем. Но член мото-клуба он не будет ездить на скутере. Более молодые ребята ездят у нас на спортбайках, на кроссовых, на эндоро. Потому что это удобно. Более маневренные, более компактные мотоциклы, более динамичные. Для эндоро плохих дорог не бывает. Если на этом мне приходится где-то что-то объезжать, то он может и по тротуарам, по бордюрам. А это легендарный американский мотоцикл фирмы Харли Дэвидсон. Ему почти 20 лет. Выглядит статусно, хотя и не очень практичен. На самом деле мотоцикл несовершенен. То есть если сравнить даже с этим, у него воздушное охлаждение, у него очень большой резонанс двигателей входит. Если его завести, у него двигатель прям будет раскачиваться. То есть им тяжело управлять. Он очень тяжелый мотоцикл. Он больше 400 килограмм весит. То есть как первый, как начинающий, он не рекомендуется. От стереотипа байкер значит некто агрессивный, неопрятный в косухе. Русские беспечные ездоки избавляются с трудом. А ведь во всем виноваты штаты, где байкер-банды осуществляют контроль над проституцией, наркотиками и вообще слывут чуть ли не маргиналами. За нами не охотится наша полиция, как за американскими клубами. Мы не есть персоны нон-грата. Мы нормальные люди. Ну, может быть, позволяем себе чуть больше, чем обычные миряне. Но не намного больше. Романтичности байкерам не занимать. Это Мальвина и Хатабыч. Познакомились на прошлом закрытии сезона. Хатабыч хоть и волшебник, но родом из Ярославля. Влюбился в нашу красавицу без памяти и понял, что расстояние для истинных чувств не помеха. Он приезжал ко мне практически каждый вечер, каждую ночь. Той же ночью езжал назад. Ну, а потом мы поняли, что за два месяца, что бензин у нас дорогой. И стали жить вместе, сняли квартиру. Вот уже больше года мы вместе живем. Скоро уже полтора года. Ну, более чем, да. Я очень люблю Женьку. Я надеюсь, что когда-нибудь мы с ним свяжем не только наши мото-судьбы, но и создадим семью. Ну, по крайней мере, я думаю, у нас все получится. Я очень сильно люблю. Что касается музыки, то здесь вкусы у всех разнятся. Байкер не значит рокер, а потому и слушает все от симфонии Генделя до шансона. Правда, на закрытии есть и свои музыкальные традиции, под которые, собственно, и пляшут. Вообще, мы, как группа, отвечающая за отбор музыкальных коллективов, старались сделать больше упор на так называемый олдскул, то есть на группы, играющие в стиле хард-рок и хэви-метал, потому что все-таки это наиболее байкерская музыка. Оно наиболее соответствует вот этому стилю жизни. Они не боятся ни бога, ни черта, ни дождя и ни холода, и даже не боятся смерти. Но всех байкеров объединяет одно. Они любят эту жизнь, и особенно встречный ветер свободы. Поэтому убедились и мы. И на старте, и смотрите, не бога. В РТВ Иваново!